Здарова народ, с вами Варчик. В этом видео я поделюсь с вами новостями про линию фронта. Наконец-то доделали ТТХ главной награды за линию фронта акционной девятки американской тяжелого танка ФС-1. Прикрутили ему цену 17500 голды. Если вы следите за ответами разработчиков точно так же пристально как и я, то вы знаете что разработчики пытаются понять действительно ли нам интересны девятки и проверяют они это наградами за линию фронта и за ранговые бои, акционными девятками. А проверяют они для того чтобы понять нравятся нам девятки или нет, для того чтобы правильно добавить премтанки девятого уровня. И судя по цене 17500 голды за акционную девятку, то премтанк видимо будет стоить примерно столько же, а это под 4000 рублей. Поэтому устраивайтесь на вторую работу, дальше будет веселей. Также я еще хочу вам рассказать, что в сентябре, а именно 16 сентября с 7 утра и по 23 сентября до 4 ночи будет доступен 8 эпизод линии фронта, в котором добавят новую зимнюю карту Крафтверк. Также еще на этом 8 эпизоде уже можно будет получить девятку, если вы самый задротный задрот. Если вы не успели израсходовать свои личные резервы для линии фронта, то на следующих этапах вы тоже сможете ими пользоваться. А вот будут ли новые резервы, сложно сказать, время покажет. Ну и сколько всего этапов осталось? Еще будет в октябре 9 и в ноябре 10. И все, в этом году линия фронта заканчивается. Поэтому по факту у вас есть еще 3 месяца, в каждом из которых по одной неделе. 3 недели для того, чтобы дойти в линии фронта до того этапа, который вам нужен. Ну или до какого у вас хватит сил. Что касаемо меня, на 8 этапе я возьму уже девятку акционную, постримлю ее для вас, поделаю видосики и мы про нее поговорим. Также еще поиграем на новой карте, она очень прикольная, но на тесте это одно играть, а на основных серваках совсем другое. Поэтому тоже про нее поговорим, когда уже это все выйдет на основе. Поскольку первая карта на линии фронта, честно говоря, уже надоела полностью. Надеюсь картошка в двух картах не запутается и не сделает так, что одна карта будет повторяться раз по 5. Ну и интересно, что у нас ждет в линии фронта в следующем году. Поскольку уже вторую карту для нее сделали, да и по-любому картошка этот режим не забросит, будет развивать его и дальше. Посмотрим какие там будут награды, добавят ли еще карт и какие будут изменения после первого сезона линии фронта, поскольку первая карта чересчур дисбалансная и корявая. Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь, жмите колокольчик. С вами был Варчик, играть красиво, пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok